Всем привет ребятки! С вами как всегда Allplay и добро пожаловать на мой канал! Мы с вами сегодня опять продолжаем играть в мобильные игрушки, у нас будет крутейшая подборочка из 8 игрушек. Поэтому ребятушки устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! Начнем играть с первой игрушки, это новая игра, она называется Element Transform. Мне кажется, что эта игрушка у нас будет про какие-то элементы. Ну давайте будем разбираться потихонечку, тапаем чтобы начать и вуаля! У нас тут с вами есть какой-то голем и есть две вкладочки. У нас энергия и походу капелька водички. А ну давайте нажмем капельку водички и что теперь? Аааа ребятки, я понял что это за игруха. Смотрите, мы с вами тут играем постоянно за голема и периодически мы должны будем ему подбирать тот или иной элемент. В зависимости от того какой элемент мы с вами выберем, так наш голем и будет двигаться. Сейчас он играет за, вернее он сейчас состоит из воздуха. Для того чтобы пролететь вот эту пропасть мы с вами выбираем обратно же воздух. Ну а здесь можно нам уже взять энергию и сейчас видите он очень быстренько ускорился и добежал до финиша. То есть мы тут с вами просто переключаем вот эти вот кнопочки, превращаемся из одной энергии в другую и проходим дальше. Здесь к примеру нам нужно выбрать камень для того чтобы разбить стену. Теперь мы с вами можем превратиться в энергию. Так, тут у нас пропасть, мы с вами наверное сейчас должны превратиться в воздух и вот просто-напросто перелетаем вот эту вот пропасть. Видите, все довольно таки просто, у нас все получается, мы с вами этот уровень тоже прошли. Двигаемся дальше, опять у нас тут есть три вкладочки, это энергия, водичка и камень. Опять нам нужно выбрать камень. Ой ребят, я не успел короче выбрать камень. Если не успеваем, то наш голем погибает. Так, давайте мы с вами выбираем камень, разбиваем одну стену. Сейчас мы с вами разобьем другую стену, теперь чтобы пройти через вот такую вот стенку, нам нужно будет уже выбрать водичку. Выбираем водичку и припрыгиваем. Отлично, тут опять же можно выбрать нам электричество или энергию для того чтобы ускориться, для того чтобы наш голем опять же добрался до финиша. Да, интересная прикольная игрушка, графика очень крутая. Нужно просто ребятки знать где какого героя выбирать, где какой элемент выбирать, чтобы проходить полосу с препятствиями. Тут нам нужно наверное выбрать воздух, чтобы пролететь. А вот здесь ребятки, я кстати не знаю что нам с вами выбрать, наверное воду нам нужно выбрать. Нет, все таки воздух. А да, вот смотрите, когда у нас вот такие вот две, два вот таких вот ветрячка, мы с вами должны выбирать воздух и получается между ними мы просто с вами просачиваемся. Понятно. Ну что же, интересная игрушка, как я сказал, я думаю что мы с вами обязательно в нее еще поиграем. Кому она понравилась, поставьте пожалуй столайкусик. Пока что я думаю с этой игрушечкой хватит. Ну и сейчас ребятки мы с вами поиграем в следующую. Dino Run 3D, наша вторая игрушка. Тут мы с вами будем проходить эволюцию за динозавриков. Нам нужно будет за наших динозавриков поедать кусочки мяса и после чего они будут эволюционировать с одного вида в другой. Максимальная эволюция в данной игре, максимальная прокачка в данной игре это тернозавр. Вот как раз таки до тернозавра мы с вами и прокачались. Тут мы уже играем с вами на 27 уровне и практически ребята эту игрушку мы прошли. Я очень надеюсь что где-то в ближайшее время у нас произойдет обновление. Потому что здесь нам с вами осталось играть еще где-то уровней 20 я думаю максимум. Мы с вами максимально сейчас прокачиваем наши скинчики и потом постоянно во всех миссиях будем играть за тернозаврика. Ну и как я сказал что тернозаврик у нас самое сильное существо, самый сильный динозаврик. То мы с вами все миссии соответственно будем проходить на изи и так что играть будет не очень интересно. Поэтому надеюсь что где-то в ближайшее время у нас все-таки произойдет обновление. Добавят у нас либо какие-то новые карты, либо каких-то новых героев, либо каких-то новых динозавриков. Вот мы сейчас с вами будем начинать играть уже с вот такого прикольного шипастика. Смотрите нажимаем мы с вами на фрай, на фри вернее. И вот у нас наш шипастик. Теперь мы с вами должны кушать еду. С шипастика превращаемся мы с вами в трерога. И после этого мы с вами уже играем за тернозаврика. Таким вот образом ребятки мы с вами полностью эволюцию за наших динозавриков и проходим. Ну и как я сказал больше чем наш тернозаврик мы с вами прокачаться к сожалению не можем. Ну и когда у нас будет обновление очередной данной игрушки я думаю что у нас тут еще кого-то добавят. Должны обязательно добавить, потому что тут уже в принципе не с кем сражаться если честно. Сейчас мы с вами наверное еще бонусный уровень пройдем. Здесь мы с вами играем уже только за тернозавра. Нам нужно будет только вот эти вот кристаллики подбирать. Сейчас побольше давайте мы их с вами подберем. Возможно потом мы их с вами конечно же потратим. Давайте ребятки тогда еще одну миссию попробуем тут пройти. Опять начинаем играть шипастика. Сейчас мы с вами превращаемся уже опять же в нового динозаврика. Это трерог. И с трерога мы с вами опять превратились в вот такого прикольного тираннозавра. Быстренько нам нужно тапать по экранчику. Для того чтобы уничтожить нашего вражеского противничка, вражеского босса. Мы его с вами отправляем аж на х3. Следующая наша с вами игрушечка называется Крафт Айленд. И тут мы с вами должны играть за такого вот прикольного дровосека. За этого дровосека мы с вами рубим дерево. Потом это дерево собираем и можно будет его продать за денежки. Ну и потом за денежки можно будет нам отстраивать новые территории. Здесь вот у нас есть рыночек. Мы с вами все деревья которые заработали вот тут вот и продаем. И у нас уже 380 монеток есть. Тут у нас смотрите золотая елочка выросла. Это круто. Сейчас мы с вами можем еще больше деньжаток заработать. И сейчас вот мы с вами все-все наши деревья которые только у нас тут были попродавали. И у нас осталось 440 монеток. В принципе очень даже неплохо. За эти денежки которые у нас тут есть можно будет нам отстраивать новые территории. Вот видите постепенно-постепенно наш островочек становится все большим и большим. Давайте мы с вами частично сейчас это все построим. Кстати тут у нас какая-то новая, какое-то новое будет здание. Нам нужно будет с вами 87 блоков дерева насобирать. И можно будет это здание уже до конца построить. Сейчас давайте мы с вами это сделаем, посмотрим что у нас тут будет за здание. Какое оно у нас вообще тут будет и что вообще это будет. Здесь у нас уже есть рынок как я вам говорил. А здесь вот у нас есть кузня. И в этой кузне мы с вами можем за деньги тоже апать наши параметры. Я тут немножечко их уже попрокачивал. Поэтому древесинку мы с вами довольно-таки быстро собираем. Поначалу было довольно-таки плохо. Мы тут с вами заспавнились на необитаемом острове. Пока раздобыли немножко дерева. Пока заработали монеток. Пока это все подстраивали было довольно-таки долго. Ну а сейчас у нас очень даже неплохие результаты. Мы с вами нормально уже и древесинки в принципе рубим. И много чего тут у нас уже открыто. Даже у нас открыт второй мир. Тут у нас есть уже два мира. Мы с вами видите находимся в первом мире. И на лодке, которая находится вот там вот внизу. Мы с вами можем отправляться еще на второй мир. Но там у меня мало чего построено. Поэтому пока что я в основном играю на первом мире. Давайте попробуем, как я и сказал, уже отстроить вот это вот здание. Сейчас мы с вами посмотрим что-то вообще такое будет. И это у нас, ребятушки, это у нас... О, круто! Смотрите, друзья. Мы тут с вами, получается, открыли нового работника, который сам будет, наверное, рубить древесинку. И будет эту древесинку, наверное, приносить к нам. А что нам нужно будет делать? Как нам ее переработать? Тут, смотрите, мы с вами можем... Вернее, не мы с вами можем, а этот наш работник может принести 50 единиц дерева. Я, правда, не знаю, что потом произойдет. Нам нужно будет, наверное, собрать этих 50 единиц или что. Давайте попробуем тут еще несколько территорий пораскрывать. Тем более, что у нас деньжатки пока что имеются. Сейчас тут мы с вами еще докупим часть острова. О, круто! Смотрите, мы тут с вами еще немножечко древесинки раздобыли. Так, еще часть территории, получается, мы с вами разведали. Мне просто интересно посмотреть, что будет, когда у нас заполнится вот этот вот амбарчик. Сейчас давайте мы еще чуть-чуточку тут походим, посмотрим, что у нас вообще будет происходить. И как только этот амбарчик заполнится, возможно, мы с вами его прокачаем. Или нам нужно будет его разгрузить. А ну давайте, 47 из 50, и тут вот у нас уже получается 50. Все, этот амбарчик заполнен, и что мы теперь сможем делать? Ну, что дальше? А, вот, смотрите, мы просто подходим к этому амбарчику и всю древесинку эту сами забираем, видите? То есть этот наш работник, он носит древесинку в этот амбар, а потом мы с вами просто подходим к этому амбарчику и забираем древесинку, и все. Понятно, короче, очень прикольная штуковина, значит, что мне 50 блоков дерева, можно сказать, что вот этот вот работник будет постоянно приносить, и мне нужно будет просто заходить и собирать эту древесинку. Потом мы с вами можем зайти в магазин и всю-всю вот эту вот нашу древесинку продать за монетки. Получается, что за 10 блоков дерева мы с вами зарабатываем 5 монеток. Ну, это у нас, как я сказал, первый мир. Для того, чтобы путешествовать дальше во второй мир, нам нужно сесть вот на эту лодку и проплыть дальше. Этого я пока что делать не буду, пока что я развиваю этот свой первый остров, возможно, со временем откроем еще что-то новенькое и будем еще играть во втором мире тоже. Survival Challenge, ребятки, наша будет четвертая игрушка, давайте попробуем тут немножечко тоже поиграть. Это игруха из разряда Squad Game. Нам нужно будет сейчас пройти 11 уровень и нам нужно будет, я так понимаю, вот этот вот, ребятки, треугольничек вырезать. Желательно нам его вырезать так, чтобы ничего не сломать. Ну, пока у нас вроде получается. И вуаля. Да, смотрите, эту миссию мы с вами прошли вообще на эти, в принципе, заработали 200 монеток и у нас уже 2700 монеток имеется, неплохо. Следующий уровень 13, здесь нам нужно будет, по-моему, уже убегать от вот этого босса. У него периодически будет вот такая вот красная полосочка появляться и это означает, что по этой красной полосочке он будет передвигаться. Нам нужно будет продержаться еще 10 секундочек здесь, чтобы он нас не сбил. Ааа, блин, быстрее убегаем. Пока отлично, мы с вами держимся, походу, один единственный я здесь остался, все остальные, видите, чувачки уже погибли. Да, мы с вами здесь остались одни и мы с вами эту миссию прошли. Отличненько, двигаемся дальше. Следующая миссия 14, здесь нам нужно будет пройти, скорее всего, что по подвесному вот этому вот мостику и нужно будет так пройти, чтобы не упасть. Но тут миссия довольно-таки простая, потому что нам нужно будет по левой стороне вот так вот пройтиться и все, на правую сторону мы с вами вообще можем ни разу не идти. Отличненько, ребятки, в нас все вышло, круто. Эта миссия тоже пройдена, двигаемся еще дальше, следующее, что у нас будет за задание. А здесь нам, наверное, нужно, ребятки, получается дать как можно сильнее пощечину. Отлично, мы с вами нормально зарядили нашему противнику и он нас неплохо зарядил. Нам нужно, чтобы вот этот вот ползунок попал на зеленую территорию, да? Отличненько, круто. Мы с вами ему зарядили второй раз и вырубили его. Так, следующая игрушка, это игра в красный и зеленый. Здесь мы с вами должны будем двигаться только на зеленый свет. Как только загорается красный свет, мы с вами должны просто остановиться. Если мы с вами вовремя это не сделаем, то нам будет трындец. Ооо, ё-моё, вот я и проиграл. Видите, я прошелся на красный свет и меня, короче, уничтожили. Да, очень-очень обидно, ребятки. И давайте попробуем еще одну мини-игрушечку пройти и потом приступим к следующей игре. Кстати, здесь у нас, по-моему, все вот эти вот мини-игры, они будут повторяться со временем. Например, в этой вот мини-игрушке нам нужно будет забросить хотя бы один шарик вон туда вот. А как нам его забросить? Ребятки, вот так вот как-то получится. Нет, не получилось. А, вот оно что, нам нужно было просто вот так вот шарик бросить. Видите, и мы с вами могли попасть в эту вот ямочку. К сожалению, не получилось обратно вторую игрушку. Мы с вами здесь проиграли, к сожалению, но у нас открывается новая мини-игра. Давайте тогда эту все-таки сыграем и попытаемся выиграть. Здесь нам нужно будет отбивать вот эту вот бомбочку до тех пор, пока она не попадет на вражескую территорию. Тут, видите, тоже есть чувачок, который пытается эту бомбочку отбивать. Ну и мы с вами ее забросили. Отлично, мы с вами забросили, она взорвалась на вражеской территории, и нам с вами наконец-таки уже засчитали победу. Hero Challenge, ребятки, наша с вами следующая уже будет игрушка. Тут у нас открыто уже несколько супергероев, и давайте мы с вами за них как раз-таки и сыграем. Выбираем, к примеру, для начала Супермена. Нам нужно будет подбирать атрибутики наших героев для того, чтобы полностью прокачать нашего, ну в данном случае Супермена. А потом, смотря за какого героя мы с вами будем играть, те атрибутики и нужно подбирать. Если мы его с вами максимально круто прокачаем, соберем ему полностью максимальный костюмчик, у него должен быть такой черный, яркий черный скинчик. Надеюсь, получится сегодня у нас с вами это сделать. Так, пока подбираем эти костюмчики, вот у нас, видите, такой вот черный-причерный костюм уже нарисовался. Наш, в принципе, Супермен практически максимально прокачан в данной игре. Сейчас мы с вами еще чуть-чуточку этих атрибутиков пособираем, но особо у нас ничего не поменялось. Теперь быстро тапаем по экранчику и нашего противничка мы с вами по шкале отправляем, по-моему, аж на Х20. Сейчас, если дотащит, конечно, он отлично, да, дотащил. На Х20 мы с вами нашего противничка отправили. Тут мы с вами сыграли за Супермена. И за какого бы мы с вами героя не играли, нам постоянно нужно полностью его одевать. Тут у нас будет уже Спайдермен, Человек-паук. Подбираем атрибутики, которые связаны с Человеком-пауком, конечно же. И так, отлично. Вот мы с вами прокачали уже первый костюмчик у нас есть, собран. Хорошо, двигаемся дальше. Тут сейчас еще чуть-чуточку этих атрибутиков подберем. Так, подбираем. Раз, два, три. И отлично. Я думал, что меня сейчас собьют, но нет, мы с вами прошли. Опять костюмчик потихонечку, ребятки, у нас модернизируется. И это предпоследняя прокачка нашего Человека-паука. Нам нужно будет еще несколько этих атрибутиков подобрать к костюмчику. И будет у нас максимальная прокачка. Да, вот он, ребятки. Вот максимальная прокачка нашего Человека-паука. Мы его с вами полностью одели. Самое-самое крутое. Опять попробуем быстро потапать по экранчику нашего противника. Опять где-то на Х20 мы, наверное, отправим. А, да. Все у нас получилось. Хорошо. Ну и давайте еще третий раз играем тоже в эту игрушку. Уже выберем тоже нового супергероя. Давайте на этот раз мы с вами выберем Бэтмена. Человека-летучую мышку. Тут у нас, видите, все черное. Все, что связано с Бэтменом, должны мы с вами подбирать. Максимальная эволюция. Это у нас, по-моему, оранжевый Бэтмен с такими вот острыми маленькими крылышками. А здесь не получится, ребятки, его пока что прокачать, потому что у нас маленький уровень был. Этот уровень 25-ый, он немножечко маловатый. Ну ладно, в следующий раз, ребятки, если мы с вами еще разочек будем играть в эту игрушку, выберем Бэтмена и максимально его уже попробуем одеть. Ну а пока что, друзья, мы с вами все равно нашего противника отправили на Х20. Сейчас, ребятки, мы с вами поиграем в игрушку, которая называется Glow Power. Тут нам нужно будет подбирать камни бесконечности для того, чтобы, ребятки, проходить наши испытания. Каждый камень имеет какую-то свою способность. Что-то у нас замедляет время, что-то у нас позволяет нашей перчатке летать. Что-то, например, как камень силы разрушает все вражеское возле нашей перчатки. И что бы мы с вами не выбрали, какой бы мы с вами камешек не выбрали, он какую-то способность добавляет в наши перчатки. Нам нужно постараться добраться до финиша этой перчаточки. Причем, ребятки, мы с вами должны ни разу ни во что не врезаться. Вот, пожалуй, первый раз играли и первый раз мы с вами выиграли. Следующий уровень Здесь нам нужно уже выбирать Либо разум, либо реальность Давайте мы с вами выберем разум По-моему, сейчас летать мы тогда будем Да, наша перчаточка, видите, взлетела Осторожно Передвигаемся, ребятки Передвигаемся Так, и тут нам нужно на кнопочку походу нажать Да, вот мы с вами нажали на кнопочку Тут у нас опять два камня Это Space, Космос или Сила Давайте выберем Силу, Power Так, теперь мы с вами летаем И мы с вами стали очень сильные, да Следующие два камня Это опять Космос или же Реальность Давайте мы с вами возьмем Космос Пространство, вернее, не Космос Это означает, что у нас тут немножко все прошурялось, да Сейчас мы поближе подойдем И позбиваем все на своем пути И вот, пожалуй, с помощью трех камней бесконечности Мы с вами добрались до финиша Отлично, опять очередной уровень мы с вами здесь выиграли Так, погнали дальше Тут у нас уже новый камень, это время, тайм Давайте мы с вами его выберем Тут у нас все должно замедлиться Но мы с вами должны ускориться, наоборот Теперь выбираем пространство Отлично Так, быстро передвигаемся Осторожно, осторожно Тут мы с вами можем взять пространство Или же силу Выбираем мы с вами силу И тут, в принципе, мы с вами вообще на изи Сейчас до финиша должны добраться Ничего нас тут не остановит Опять за нашу перчатку Таноса Мы с вами выиграли Бравл Старс, ребятки Наша будет предпоследняя игра Сегодня я сюда еще не заходил Поэтому давайте мы с вами пособираем Все-все жетончики бесплатные И сейчас посмотрим, есть ли у меня тут какие-то сундучки Которые можно было бы открыть Да, есть у меня тут два ящика Давайте мы их с вами откроем К сожалению, первым ничего нормального не дали Во втором, ребятки, нам тоже ничего нормального не дали Это печалька Правда, есть у нас тут еще какой-то подарок в магазине Где этот подарок? А, вот, смотрите, еще один бесплатный ящик Ну что же, неплохо Опять мы его с вами открываем И тут у нас, как и в предыдущих ящичках Ничего нормального, к сожалению, не дали Ну что же, что у нас тут за события Давайте поиграем в горячей зоне И выберем себе Бравлера Пускай это будет Боец Бо В принципе, для данного события Мне кажется, что этот Боец очень даже хорошо подходит Сейчас мы с вами постараемся выиграть Кто с нами, кто против нас А где эти, кстати, зоны? А, вот, ребятки, одна зона И, скорее всего, что выше будет еще одна зона Которую должны мы будем удерживать А вот наши противники Первый противник Первая противница наша Так, осторожно Отходим дальше Еще разочек Ну же Нам нужно противника нашу Вернее, противницу нашу уничтожить Так, тут у нас один останется Наш союзничек А мы сейчас попробуем до другой зоны добраться Так, отлично Бросаем туда с вами ульту нашу И сейчас попробуем завалить этого Фрэнка Так, добиваем Фрэнка Отлично Мы с вами вторую зону, в принципе, удерживаем Теперь Тут у нас Гейл должен сейчас появиться Вражеский Мы с вами пока что Ребятки его неплохо так Покоцали Тут у нас еще Фрэнк Вражеский тоже подходит Отлично Мы с вами Фрэнка тоже завалили И тут вот у нас, ребята, Джеки Ё-моё А, нет, получилось добить Мы с Шелли, в принципе, ее добили Я поначалу думал, что мне будет трындец Но нет, мы с вами ее добили Удерживаем пока что вот эту вот верхнюю горячую зону Так, отлично Сейчас мы с вами еще Джеки одну добьем Ребятки, я еще, по-моему, здесь ни разу не проиграл Представляете, как круто Вообще отлично Еще ни разу мы здесь с вами не проиграли И выиграли, видите Наша команда синих удержала 100% зоны Мы с вами победили Я даже играю за... Ой, не играю Я даже получил звание Звездного игрока Следующая игрушка у нас с вами будет Squad Challenge Попробуем, ребят, пройти тоже несколько миссий Тут нам нужно постараться забросить Хотя бы один из шариков В вот эту вот ямочку Отлично Мы с вами красный забросили шарик А, один только я забросил А нужно сколько? Друзья, нам нужно, наверное, было два шарика забросить К сожалению, мы с вами только один забросили И не прошли эту миссию до конца Так, нам нужно где-то, наверное, вот отсюда дотягивать Еще чуть-чуточку Блин, совсем немножко не хватило для того, чтобы выиграть Да, е-мое, опять мы с вами один шар забросили А нам нужно опять же два Да что ж такое-то Что это за игруха такая? Не получается забросить Так, еще разочек Давайте мы с вами красный Отлично Красный достал у нас до ямочки Так, розовые Да е-мое, да что ты будешь делать, ребятки Смотрите, третий раз понадряд Я закидываю только один шарик Не могу два забросить Так, у нас тут два шарика Красный Отлично Синий Ну же, закатись Ху, друзья, закатилось Два шарика закатилось Мы как раз-таки выиграли Наконец-таки выиграли Нужно было два шарика закинуть Мы закинули, хорошо Я уж подумал, что эту миссию никогда не пройду Но нет, вроде получилось В следующем месте здесь нам нужно будет пройти Уже по подвесному мостику И нужно, ребятки, нам будет выбирать Право или же лево Так, а что меня бросили-то? Ребятки А почему меня бросили? Вот смотрите Лево-лево Ой, право-право-право А потом лево Ну мы с вами можем подождать Чтобы все остальные ребята Наверное, попроходили А потом будем двигаться сами Потому что они меня толкают Вот тут у нас еще один есть чувачок Ааа, он меня толкает Зачем ты меня толкаешь? Влево-влево-влево-влево Да блин, смотрите, какой хитрюга Ничего себе Остается тут один чувак И он меня постоянно толкает Ладно, смотрим Тут у нас три с левой стороны И потом два с правой Смотрите, видите, остается еще один чел И сейчас он будет кого-то толкать Может даже нас А нет, вот сейчас они уже пошли Отлично Пускай идут А мы с вами последними пройдем Так, тут левую сторону опять выбираем Левую Левую Тут выбираем правую И правую Нам нужно было просто подождать Чтобы все чуваки прошли Мы с вами И шли последними Мы с вами Получается, что прошли последний И выиграли Да, никто нас не сбросил Ну что ж, друзья А пока что на этом все Если вам зашло это видео Поставьте, пожалуйста, лайк А также подписывайтесь на канал И нажимайте на колокольчик С вами же был, как всегда, AllPlay Всем удачки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok